Меня зовут Михаил Анисимов, я представитель корпорации ICANN. Это, если вы уже ознакомились с какими-то материалами, это организация, которая расшифровывается как Internet Preparation for Assigned Names and Numbers, которая занимается доменными именами и распределением номеров и номеров протоколов, адресных номеров в сети. У меня довольно большой опыт. До работы в ICANN я работал в различных структурах, которые занимались доменными именами и управлением интернетом в течение уже почти 13 лет. Был участником и организатором в течение шести лет форум по управлению интернетом, работал в Координационном центре, который, собственно, делает эту лекцию. В общем, довольно много всего об этой теме знаю, с удовольствием с вами об этом поговорю. Есть две небольшие условности, о которых мне нужно обязательно сказать перед тем, как начнем лекцию. Тема — это огромная и неисчерпаемая, просто невероятная по своему объему. А у нас всего один час на историю. Поэтому говорить я буду только о самых важных моментах и достаточно кратко и сжато. Есть разные мнения о том, какие моменты можно считать важными, какие из них являются важными, какие нет. Это вот мой собственный взгляд, который мы обсуждали, в том числе, много с коллегами. Но вы вольны тоже об этом поговорить и представить какое-то свое мнение. Второй момент. Я постараюсь... Все то, что сегодня будет говориться, будет говориться с расчетом на то, что вы уже что-то почитали. И что я общаюсь с зрителями, слушателями, которые уже хотя бы немножко в это все погружены. Тем не менее, я все равно постараюсь завершить это чуть меньше, чем за час. И оставить минут 5-7, может быть, в конце первого часа, чтобы поговорить конкретно об истории. Если у вас вдруг будут вопросы, другие мнения по поводу того, что я скажу и так далее, с большим удовольствием об этом поучаствую. Более того, я считаю, вот эту диалоговую часть гораздо более интересной и полезной, чем непосредственно лекция. Потому что все, что я вам говорю, вы, в принципе, можете прочитать. А я сейчас просто попробую это все структурировать. Управление интернетом, ну, как вы знаете, да, это достаточно обширный термин. И под ним подразумевалось очень много всего на протяжении истории его использования. Расскажу, как это все, откуда это все пошло, как это все становилось, и каким образом пришли к современному рабочему термину, что он сейчас означает, куда это все движется, и что нам предстоит в ближайшие пару лет. Предстоит, на самом деле, очень-очень много очень интересных процессов, которые уже сейчас идут. И это вот такие вот какие-то бои олимпийских богов до нас доносятся просто в виде громовых раскатов. Вот после сегодняшней лекции, надеюсь, вы сможете начать уже как-то интерпретировать эти знаки и что-то для себя понимать. Итак, ну, в общем, диалоги о том, каким образом интернет должен быть управляем, начались сразу после его появления. Здесь можно выделить, наверное, несколько этапов. Первый этап – это зарождение интернета. Это 60-80-е годы, это работа таких знаменитейших ученых и технических деятелей, как Джон Пастелл, как Вин Сёрф, как Тим Бернсли и многих-многих других, которые работали в различных научных институтах американских, которые экспериментировали с протоколами, с попытками пересылать сообщения друг к другу, с попытками распределенных вычислений и попытками сделать, в том числе по заказу военных, сети, которые были бы устойчивы, децентрализованы и которые сложно было бы вывести из строя попаданием в один какой-то центр, как это возможно, например, в случае телефонных или телеграфных сетей, которые сильно зависимы от этого и централизованы по своей природе. В первую очередь это совокупность научных и военных сетей. Можно выделить такие характеристики, как преимущественное влияние правительства академического сектора. На этом этапе очень мало рассматривается вопросов безопасности, потому что это все мир энтузиастов. Здесь люди с горячими глазами, многие из которых, кстати, были приверженцами культуры хиппи и читали компанеллу «Город Солнца» и так далее, и так далее, и всячески думали над построением какого-то нового общества, прекрасного, идеального в своей какой-то чистоте и красоте. И демография интернета на тот момент, конечно, была совершенно специфичной. Это были в основном белые мужчины с высшим образованием, старше от 30 до 40 или от 40 до 50 лет. В общем, такие вот сливки на тот момент, как считалось, сливки-сливки общества, которые, собственно, получали доступ к этому совершенно эксклюзивному ресурсу, почему здесь, наверное, не было нужды в каком-то таком диалоге и в каком-то широком обсуждении того, как интернет должен быть управляем, потому что, в общем, был консенсус и фокус в основном на технических вопросах. То есть люди не ставились вопросами пока разработки политик, какой-то экономики, связанной с интернетом, а думали о протоколах, о том, как обеспечить связь, о том, как подключить больше институтов через всю Америку, через все Соединенные Штаты, подключить канадские, европейские организации и так далее. То есть самая-самая заря, и всего два фактически стейкхолдера. Ученые и военные, ну, государство фактически, да, это те, кто, в общем, этим всем занимался. На тот момент связь, подходы к регулированию связи наследовали традиции, существовавшие от тех связь в связи, бывших до интернета. Ну, то есть как, например, регулировались телефонные сообщения, как регулировались почты, телеграфные сообщения. В основном это какие-то естественные монополии с большой долей государственного участия. Ну, и такой подход был, в общем, достаточно общим местом для интернета на самых-самых первых его, первые годы его появления. Но шло время, и стали появляться первые негосударственные стейкхолдеры. Случилось это на рубеже 80-90-х годов. В частности, появилось такое образование, как Internet Architecture Board. То есть это такое сообщество экспертов, независимых экспертов, которые, ну, то есть у них было какое-то место работы. Они могли работать, опять же, в институте, они могли работать в коммерческой компании, в государственной какой-то организации. Но они действовали в основном как от своего лица, как независимые технические эксперты, которые собирались, которые отсматривали протоколы, различные технические решения, различные предложения о том, каким интернет должен быть, и давали какое-то свое заключение. Слушайте, вот сюда мы идем, да, здесь все хорошо, а вот это у нас нарушит там или безопасность, или здесь у нас получатся какие-то противоречия, и так далее, и так далее. То есть уже появление некого внешнего такого актора, к чему мнению прислушивались, очень авторитетного образования. И тогда же появилось такое, это нельзя назвать ни в коем случае организацией, это процесс, это сообщество, которое называлось ITF, Internet Engineering Task Force. Это действующий процесс, процесс, который идет до сих пор, и сообщество, которое действует до сих пор, это то место, где разрабатываются стандарты, место, куда приезжают инженеры со всего мира, разрабатываются стандарты, разрабатываются новые протоколы, которые оформляются в виде RFC. То есть это бумага, в которой написаны технические рекомендации, которые потом берет, например, какой-нибудь вендор, разработчик программного обеспечения, и дальше по нему создает какой-то конкретный продукт. Следующий этап, крайне важный. Тут, смотрите, нам сделать такую оговорку, что помимо какой-то фактической части, помимо появления новых акторов или каких-то событий, которые происходят в истории управления интернетом, еще крайне важна так называемая медийная составляющая. То есть может что-то произойти, но остаться незаметным, и тогда этого не будет в истории. А может фактически не произойти ничего, но при этом медийный вес этого события, даже если факт сам по себе не сильно важен или не имеет там сильного физического выражения, будет очень долго вспоминаться потомками, приводится в пример и так далее. И вот одним из таких событий стало появление декларации Джона Барлоу в 1906 году. Джон Барлоу крайне интересный человек, я рекомендую познакомить с его биографией, можно на Википедии, с краткой версией. Либертарианец. Это достаточно экзотическое политическое течение, которое ставит в центр всех человеческих взаимоотношений понятие свободы. Сильно отличается, например, от того, что мы называем либерализмом, потому что либерализм – это в центре человек, а здесь понятие свободы. У них было свое представление о налогах, свое представление о роли государства, вообще обо всем. Советую крайне занимательно. И вот он был первым киберлибертарианцем, то есть человеком, который считал, что вообще государства в их современном воплощении с их гигантской инертностью, с их желанием все контролировать, должны иметь гораздо меньший вес в вопросах интернета, в вопросах регулирования или во всех обсуждениях того, каким интернет должен быть, чем было на тот момент. Издал свою декларацию. Декларация, конечно, написана совершенно фантастическим языком. Это манифест по существу, очень провокативный по своей сути. Он использует такие фразы, как «Вы, гиганты из стали и угля, пришедшие из прошлого, вам нечего делать в современном мире, уходите, мы сами разберемся». В этом был его посыл. И, кстати, если кто-то любит, например, научную фантастику, есть такой жанр киберпанк, который, как считается, в том числе был сильно вдохновлен тем, что говорил и писал Джон Барлоу. Вот так искусство диктует, жизнь диктует искусство, точнее, жизнь определяет искусство. Следующий этап, который бы я выделил, это конец 90-х и начало 2000-х годов. Это появление частных компаний. Большое количество частных компаний появилось, стремительный рост бизнеса, и фактически мы говорим о появлении нового стейкхолдера, нового интересанта. Помимо военных, помимо научных кругов стали появляться бизнесмены. На мой личный взгляд, на котором я, конечно, не настаиваю, вы все сами можете сформировать это мнение, вы все сами можете обратиться к тем источникам, которые вы считаете авторитетными, но вот по моему личному мнению, бизнес – это, в принципе, самый важный стейкхолдер в интернете, потому что он фактически создан бизнес-организациями. Все, чем вы пользуетесь, все устройства, которыми вот сейчас вы пользуетесь, чтобы соединиться, все программные продукты, 90% инфраструктуры, как кабельной, так и спутниковой уже, это все создано руками и деньгами бизнеса. На первом этапе действительно какие-то трансатлантические кабели прокладывались при участии, при финансировании государства, и сейчас уже это делают операторы, сейчас это делают контент-провайдеры. Например, известно, что 70% всех подводных кабелей, которые запланированы к прокладке за ближайшие два года, делаются при участии одного из четырех или пяти гигантов, это Майкрософта, Гугла, Фейсбука, Амазона и Эппл. В общем, вот потому что им нужно обмениваться своими дата-центрами, доставлять свой контент до конечного пользователя. Но помимо того, что у нас появился дополнительный стейкхолдер, мнение которого нужно учитывать, мы еще видим, как отдельные, как частные организации все больше и больше вмешиваются в уже, казалось бы, устоявшиеся процессы. Например, процессы управления адресным пространством интернета. То есть IP-адресами, доменными именами и так далее. Например, в это время создается корпорация ICANN, как раз в которой я работаю, в 98-м году. И это фактически это передача в частные руки. После того, как долгое время доменные имена оправились сначала Национальным научным фондом США, потом организации, частные организации, коммерческие организации Network Solutions, теперь вот на этом этапе она передается корпорация ICANN. И видно еще, что Международный союз электросвязи, Международный союз электросвязи это международная организация, но она плоть от плоти государственных стейкхолдеров, потому что, как вам, наверное, известно, это одно из агентств Организации объединенных наций. Организация объединенных наций это именно межправительственная, межгосударственная организация, в которой основное слово, основное право голоса имеют государства, представители национального государства. Все остальные актеры, такие как бизнес, например, и все остальные, они имеют статус наблюдателя, даже не совещательный голос, например, как это бывает в МСЭ, в Международном союзе общей связи. Ну и роль МСЭ, которую мы изначально пророчили, роль какого-то координатора интернета, по аналогии, например, с телефонной связью, которую он до сих пор регулирует, или МСЭ сейчас по-прежнему занимается распределением радиочастот или распределением спутниковых орбит, МСЭ как-то самоустраняется фактически от этого процесса. его устраивает, что все стандарты у нас разрабатываются в ITF, все адресные системы интернета у нас управляются ICANN, и рядом региональных регистратур, такие как, например, RIPE-NCC, который отвечает за Европу, или там APNIC, который отвечает за Азиатско-Тихоокеанский регион и так далее. Вот это 90-е 2000-е годы, то есть это уже тот момент, когда интернет потихоньку начинает приобретать те черты, черты, характерные для сегодняшней сети, уже узнаваемые черты, потому что до этого это было что-то такое совершенно закрытое, использовавшееся для совершенно других нужд. Там не зарабатывались деньги, ну или очень мало было, очень мало был процент того, каких-то ресурсов, цель которых была зарабатывать деньги. Сейчас это стала полноценная такая экономическая площадка, в которой начали развиваться бизнес-организации. И наступает время, скажем так, формализации процессов управления интернетом, попытки дать им какое-то определение, попытки облечь их в какие-то организационные рамки, дать им какой-то, то, что называется, legal framework, ну то есть какие-то правовые рамки, обозначить процедуры, обозначить участников, как-то упорядочить, делать встроенную систему из этого всего. В 2003 году прошла в Женеве встреча Всемирного информационного общества, АПСИС, где люди впервые вообще задались вопросом, а что мы делаем? Давайте как-то попробуем договориться, что такое управление интернетом, как вообще к нему подходить, есть ли у него какие-то принципы, которые мы должны принимать во внимание, как мы вообще будем с этим работать. Вот они встретились, договорились о том, чтобы об этом подумать, и через два года уже в Тунисе на следующей встрече Всемирного информационного общества был уже представлен мандат IGF, форума по управлению интернетом, глобального форума по управлению интернетом, который, как многие, наверное, из вас знают, сейчас идет под эгидой ООН, он проходит раз в год, Всемирный форум, в этом году он пройдет в Японии, поучаствовать в нем можно виртуально, что я очень советую вам сделать, потому там обычно проходят под сотню секций самых разных, и вы всегда можете просто посмотреть, хотя бы посмотреть повестку, это всегда очень хороший показатель, потому что дает понимание, куда, в каком направлении движется мысль вообще, примерно, увидеть тренды, увидеть дискуссию, послушать риторику и понять, чего можно ждать в ближайшее время. Десятые годы очень-очень активные тоже, в которые вот это вот все активно развивается. Да, нужно сказать, что вот на предыдущем слайде, помимо мандата IGF, были представлены основные принципы управления интернетом и сформировано рабочее определение того, что такое управление интернетом. Вы наверняка его читали, я сейчас дословно не берусь его воспроизвести, но смысл его такой, что управление интернетом это возможность всех заинтересованных сторон, включая государство, бизнес, академическое сообщество, конечных пользователей, некоммерческие организации и так далее, в меру своего понимания, в меру своей технической экспертизы участвовать в дискуссии, которые определяют использование и развитие интернета. Очень большое, очень размытые определения, но более просто, наверное, его можно привести таким образом. Управление интернетом это любые дискуссии тех заинтересованных сторон о том, каким интернет должен быть и как его лучше использовать. Вот так. Здесь нужно особенно, наверное, остановиться на самом термине, отдельно сказать вот такую вещь, что он очень сильно страдает, конечно, при переводе. Потому что слово governance, конечно, не переводится ни в коем случае как управление. Управление в русском языке имеет очень определенные коннотации. Управление, как правило, это посылка управляющих воздействий. Да, это нажатие кнопки или отдача приказа, что-то, что совершенно однозначно ведет к какому-то результату. Поэтому, когда еще там я занимался, например, российским форумом по управлению интернетом, участвовал в его подготовке, участвовал в его программе, от людей, все еще слабо знакомых с темой. Мы там часто слышали шутки про то, что управление интернетом не привлекаем внимание санитаров и все прочее. И, в общем, абсолютно верно, потому что это действительно не управление. Но, к сожалению, более удачного термина нет. Поэтому, пожалуйста, когда вы там читаете что-то или когда особенно кому-то другому рассказываете о том, что вы интересуетесь темой управления интернетом или учите в школе по управлению интернетом, поясняйте и сами себе в голове обязательно откладывайте, что имеется в виду очень конкретное значение этого слова. Вы изучаете процессы, процедуры, дискуссии, выработки консенсуса по поводу того, каким интернет должен быть, как он используется и как развивается. То это не управление, это не нажатие кнопок, это не отдача приказов. Это очень важно. Есть даже попытки, точнее, отдельные организации, которые участвуют в этом процессе, они даже переходили на такой термин, как стюартшип. В частности, ICANN его использует. То есть обслуживание интернета, обслуживание его процедур, обслуживание его технического функционирования и так далее, для того, чтобы, опять же, не смущать умы тех людей, которых триггерит слово управление или government. Хороший пример в этом плане, например, слово гувернер, который воспитывал молодого человека или девушку с ранних лет, он не управлял. Он помогал им достичь зрелости, всему обучить, и следил, чтобы они не попали в какие-то неловкие ситуации. Вот, собственно, это и есть интернет-гаверненс, не интернет-менеджмент, не rule of the internet, а интернет-гаверненс. В десятые годы происходит очень много всего интересного. Продолжает развиваться эта дискуссия. Например, была очень интересная дискуссия в 2010 году. Это страны ОПЕК сформулировали 10 принципов управления интернетом. Они не сильно отличаются от того, что было представлено в мандате IG. С ними можно ознакомиться, но они, по крайней мере, структурированы, они хорошо структурированы. И это был один из первых случаев, когда это звучало со стороны такого большого количества государственных акторов и, соответственно, придавало этому какой-то достаточно значительный политический вес. Ну, принципы эти вы можете найти, они все есть в свободном доступе. Ну, например, есть принципы, там говорится, в том числе, например, об ответственном поведении в интернете, о невмешательстве в чужие дела, о безопасности, там говорится, о необходимости защищать пользовательские данные, там и так далее, и так далее. Но там есть определенное количество. Дальше в 2014 году проходит такое мероприятие, которое называется «Нет Мундиаль». Проходит оно в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Там еще раз, ну, тут, смотрите, тут нужно понимать вот что, что, как я уже сказал в начале, бывают события какие-то фактически, когда вот что-то происходит, а есть некий медийный шлейф у этого, и есть некая легитимизация. То есть, когда люди смотрят на события, и дальше у них в голове откладывается что-то, значение этого события, когда они понимают, что вот сейчас это произошло, значит, наверное, теперь так надо. Или это нам сигнализирует о том, что теперь мы должны чуть-чуть по-другому задуматься об этих явлениях. Вот «Нет Мундиаль» был точно таким, вот ровно таким событием. Документ, который вышел по его итогам, это была очередная попытка составить некий свод правил, свод рекомендаций, свод каких-то описательных процедур, которые, собственно, говорят об управлении интернетом. Он не сильно, опять же, отличается от тех принципов, которые сформулированы в 2010 году или от мандата IGF, представленного в 2005 году. Не сильно. Но значение «Нет Мундиале» крайне велико, потому что фактически это был еще один раз, когда о нем говорили на межгосударственном уровне. То есть, когда это вышло, когда эта тема выходит из достаточно нишевых обсуждений, свойственных интернет-отрасли, которая на тот момент была все-таки небольшой по сравнению с классическими отраслями экономики и так далее, она все больше и больше обретает легитимность, она все больше обретает важность и становится в глазах, в том числе, государственных акторов чем-то, чему требуется уделять значительное внимание. и в 2015 году проходит процесс VCIS 10+. Что это такое? 2015 год – это ровно 10 лет после принятия мандата IGF в 2005 году. и люди собрались, чтобы понять вообще, насколько вот этот предложенный документ выдержал проверку времени. Они отсмотрели все 10 лет, которые он действовал, посмотрели все формы, которые управляли интернетом, которые прошли за это время, отсмотрели модели принятые и так далее, и решили, что все хорошо. Давайте-ка мы его продолжим. Соответственно, VCIS 10+, это подтверждение принятого в 2005 году документа и продление его на следующий срок еще на 10 лет. И произошел крайне важный процесс, который называется IANA Transition. IANA – это функция, функция администрации связи, функция управления адресами и доменными именами, которые выполняет ICANN. И поскольку ICANN, хоть и организация негосударственная, не связанная с государством, вот такая она была создана в 1998 году, ну, у нее был контракт с Министерством торговли США, по которому все изменения вот в это ядро сети, вот в это ядро адресной системы одобрялись Министерством торговли США, что являлось достаточно серьезным раздражителем для большого количества других государств, позволяло говорить о том, что американцы имеют красную кнопку от интернета, которую могут нажать и, соответственно, отключить какую-то другую страну от интернета, что на самом деле, конечно же, не так. Это совершенно по-другому работает технически. И даже тогда, до 2016 года, это была некая формальная процедура, которая не имела ни одного сбоя на протяжении вот всех этих, ну, вот сколько там, 15 и 20 почти лет на тот момент. Тем не менее, на тот момент уже накопилось достаточно большое количество дискуссий, когда это все превысило критическую массу. Решили сделать, решили развести ICANN с правительством США с 2016 года. Больше нет никакой формальной зависимости у корпорации по присвоению имен и адресов от Министерства торговли США. И все изменения в корневую зону производятся без ее одобрения. Это крайне важно. Это такой демонстративный шаг, который фактически ничего не поменял, потому что и раньше участие Министерства торговли было чисто формальным. То есть им присылалась, грубо говоря, вот эта вот бумажка с проектом изменений, и они там ставили на нее какую-то печать. Ни разу не было такого момента, когда бы эту печать не поставили. И даже теоретической возможности такой никогда не обсуждалось, потому что это, ну, это сразу бы вся система потеряла бы легитимность. Сейчас даже эта процедура отменена. Ну, я имею в 2016 году, и до, естественно, сегодняшнего времени эта процедура отменена, и все изменения, которые производятся в корневой зоне, вообще в процессе управления доменным пространством, и в том числе и IP-адресами, производятся при участии сообществ многих заинтересованных сторон. Прежде чем я двинусь дальше, я хочу остановиться на сделать два небольших таких ответвления и поговорить с вами о моделях управления интернетом, потому что они как раз вот к этому времени, то есть они не просто сформировались, они в большой степени проявились, и здесь уже ведутся активные дискуссии о том, то, какая из них работает, какая не работает, и так далее. И вот, чтобы двинуться дальше и поговорить, и дальнейшая история управления интернетом очень тесно связана с обсуждением этих двух моделей. Поэтому, прежде чем двинуться дальше, я немножко останавливаюсь на них и немножко это объясню. Вы наверняка читали про такие понятия, как мультистейк-холдеризм и мультилатерализм, мультистейк-холдерный или мультилатеральный подход, ну, это одно и то же. Две, я имею в виду, разные формулировки, похожие друг на друга. И теперь расскажу о том, что такое. Мультистейк-холдерный подход или подход с участием всех заинтересованных сторон подразумевает, что при разработке какой-то процедуры, документа, политики мы опрашиваем или собираем голоса, собираем консенсус от разных групп тейк-холдеров. Это значит, что у нас отдельно мы собираем голоса с представителей государств. Крайне важный стейк-холдер, но не единственный бизнеса, как я уже сказал, да, это, на мой взгляд, один из самых, если не самый важный стейк-холдер для развития интернета. Гражданского общества, организации, занимающихся правами человека, конечных пользователей, точнее, организации, которые представляют интересы конечных пользователей, академического сектора, естественно, потому что, ну, куда, собственно, без экспертизы, без какого-то понимания о том, куда развиваются протоколы и как они будут дальше действовать, как они дальше будут совмещаться. По такому принципу, например, организована корпорация Экэн. Есть такая большая сущность, которая называется Экэн сообщество. Это все организации во всем мире, которые так или иначе имеют отношение к доменным именам. В том числе, туда входят, конечно же, и российские организации, туда входит, например, Координационный центр доменов РУРФ, туда входят российские регистраторы, туда входят различные организации, которые занимаются безопасностью, разработкой политик, работают с торговыми марками, работают с законами и так далее, и так далее. И каждый из них имеет свое окошко для того, чтобы можно было дать комментарии, пожелания, возражения по любому обсуждаемому процессу. Например, планируется внедрить какой-нибудь технический протокол или новую процедуру, или новый способ обработки данных, или, например, легализовать и упростить передачу данных от одного места в другое. И вот представляется какой-нибудь проект этой процедуры. Приходит, например, представитель государства и говорит, слушайте, нет, вообще не подходит. Наше законодательство прямо запрещает это делать, давайте мы поправим вот тут, вот тут, вот тут. Приходит какой-нибудь человек из бизнеса и говорит, слушайте, ну вот тоже мне не подходит, потому что вот тут, вот тут и вот тут у меня пойдут большие налоги, потому что здесь трансграничное, здесь перевод денег, что-то еще, давайте мы вот это поправим. И таким образом все это сообщество из разных стейкхолдеров формирует консенсусное видение той или иной политики, протокола, процедуры и так далее. Это называется мульти-стейкхолдерная модель управления интернетом. И ICAN, ну так же, как, например, IPNCC и региональные регистратуры, это уникальный пример того, где вот эта мульти-стейкхолдерная модель действует в полном объеме, потому что в каких-то других отраслях, областях человеческой деятельности примеров такого можно видеть крайне-крайне мало. Особенно если вы, например, это, наверное, будет интересно тем, кто учится, например, или на юриста международника или имеет дело с какими-нибудь дипломатическими вопросами. вот это как раз те модели, которые вам, наверное, будет особенно интересно, за которыми вам, наверное, будет интересно понаблюдать. Вторая модель называется мультилатеральная или мультилатеральный подход. Тут его кардинально другая от мульти-стейкхолдерного. Заключается она в том, что роль ведущих стейкхолдеров берут на себя государство. Фактически все обсуждение вот этих процедур, протоколов, параметров, политик происходит между представителями государства на тех площадках, где участвуют или имеют право голоса только представители государства. То есть это площадки организации Редневных Наций, например, тот же самый Международный Союз Репроссвязи и так далее. Есть разные мнения о том, какая из этих моделей более жизнеспособна, какая из них характерна для той или иной части света, какие преимущества и недостатки они имеют. Например, мульти-стейкхолдеризм очень часто обвиняют в некой громоздкости и в затягивании поднятия решений, потому что объем дискуссий возрастает очень сильно. Мультилитерализм, в свою очередь, критики мультилитерализма говорят о недостатке учета интересов крайне важных групп стрейкхолдеров, которые фактически развивают интернет своими руками. То есть как это можно не спрашивать мнения условно Microsoft, Google, ведущих операторов и так далее, если они своими руками делают интернет? Как это вы у них не будете спрашивать что-то? Вот эти две модели уже к тому времени в достаточной степени оформились. Мультистейкхолдерная модель как раз была сформулирована по мандате IGF. IGF глобальный проходит по мультистейкхолдерному принципу, то есть там участвует не только государство, хотя он и проходит под эгидой ООН, но тем не менее это площадка не только для государства, а для всех других акторов и интересантов, которые так или иначе участвуют в развитии интернета. И вот эта мультистейкхолдерная модель форума IGF прошла с 2005 до 2010 года, выдержала испытания временем. В 2010 году люди собрались, посмотрели, сказали, окей, все хорошо, мы продолжаем делать IGF, глобальный, всемирный форум управления интернетом по мультистейкхолдерной модели. При этом площадка IGF остается только площадкой обсуждения, мы не принимаем там никаких решений, тем более решений обязательных для участников, ни в коем случае, это только для сверки часов, это его мандат. Поэтому, опять же, если вы будете читать какую-нибудь профильную литературу, высказывания каких-нибудь спикеров, экспертов, можно видеть, что они критикуют IGF за недостаток результатов, за недостаток решений, которые выходили бы по его итогам. Но, на мой взгляд, эта критика довольно странная, это все равно, что обвинять березу за то, что на ней не растут яблоки, она просто не для этого предназначена. И IGF предназначен не для этого. это место сверки часов и проведения дискуссий, на основе которых уже акторы, имея информированный опыт и какое-то понимание процессов и того, какие мнения вокруг собрались, могут уже принимать какие-то юридически обязывающие решения. Что было дальше в нашем таймлайне. Сейчас можно уже двинуться дальше, когда мы имеем представление по мультистейкхолдерной мультилитеральной модели. Есть мнение, это мнение не мое, это мнение президента Эммануэля Макрона, который сказал следующее, что сейчас в интернете действуют две модели в 2018 году, когда в Париже был IGF, он произнес очень пламенную речь, большую на открытии. Суть ее сводилась к следующему, то есть там было много чего сказано, но один из важных моментов был следующий, что существуют две основные модели, но он говорил не про мультистейкхолдеризм или мультилитерализм. Он сказал следующее, что существует американская модель, когда фактически роль главного стейкхолдера играют корпорации, причем именно американские корпорации, вот эта большая пятерка, Microsoft, Google, Apple, Amazon, Facebook, Meta, и существует китайская модель, когда есть все, когда все делается под контролем государства. Очень похоже на мультистейкхолдеризм, мультилитерализм, но вот он обозвал китайской и американской модели и сказал, что вообще-то хорошо бы нам, Европе, в смысле пойти по своему пути, отличным от них и прийти к такому истинному мультистейкхолдеризму, европейскому, в которой у нас вообще не будет главной группы стейкхолдеров, будь то государство или бизнес, а все будут равны между собой и вообще сплошное благолепие. Вот достаточно, на мой взгляд, утотичный призыв, просто потому, что в каждый момент времени какой-то, какая-то из групп стейкхолдеров в зависимости от параметра окружающей среды имеет какое-то преимущество от этого никуда не деться, это, ну, естественный ход, да, в каких-то странах государства имеют те рычаги для того, чтобы давить на отрасль каких-то, это рынок каких-то что-то еще, каких-то, например, это какие-то группы элит и так далее. Но, тем не менее, вот он прозвучал. И в это же время идет активное создание региональных национальных форумов. То есть это уже не одно большое мероприятие, а уже создаются европейские, например, региональные форумы, такие как европейские, лезиатско-технианские и национальные форумы. Ну, вот, например, есть российский IGF, есть IGF Русь, IGF Армения, IGF Грузия. они все вот проходят раз в год на своем локальном уровне, наследуя все те же самые принципы. то есть, в первую очередь, это мультислейхолдерность, где на одной площадке встречаются государство, бизнес, технарии, юристы, дипломаты и так далее, и так далее, обсуждают какие-то насущные вопросы, представляя разные гляды на то, как эти вопросы должны решаться. Довольно большой процесс, который формирует вот нынешнюю систему, такую пирамидальную, что вот на нижнем уровне у нас есть национальные форумы, в среднем уровне есть региональные форумы, которые наследуют дискуссию и процессы из национальных форумов. Потом на глобальном форуме обсуждаются все эти вопросы, которые как-то суммируются. Он проходит в конце года, когда все основные IGF уже проходят, уже закончены. Ну и далее собственно все результаты обсуждения глобального форума опять находят какое-то преломление в национальных дискуссиях и вот это колесо замыкается и так оно и катится по историческому таймлайну. Что происходит прямо сейчас и что нам предстоит? В 2023 году идет активное обсуждение такого документа как глобальный цифровой договор. Я не буду на нем долго останавливаться, потому что, насколько я знаю, у вас будет отдельная лекция по нему. Ну, это вот еще одна попытка, но попытка ООНа. Уже ООНа как актора как-то подойти к этому вопросу и на своей базе это все сформулировать, не на отдельных каких-то других площадках все это сделать централизованно. Договор этот подвергается довольно большой критики. Он наверняка очень благой в своей изначальной идее, но к нему достаточно много критических замечаний, в том числе, кстати, они высказывались нашими экспертами, экспертами ICANN, но опять же, поскольку у вас будет целая лекция, я не буду на нем останавливаться. Расскажу о еще одном очень важном процессе, который нам предстоит работать, на котором идет уже прямо сейчас, процесс Висис 20+. В 2025 году будет 20 лет с момента Туниса. Помните, Тунис в 2005, когда представлен мандат IGF, когда была выбрана мультистейкходерная модель, когда IGF и процессы дискуссии управления интернетом обрели тот вид, более-менее похожий вид на тот, который мы видим сейчас. В 2015 году был процесс Висис 10+, когда на это все посмотрели, сказали, все нормально, работает, не трогаем, и подтвердили этот мандат. В 2025 году предстоит аналогичный процесс. Сейчас идет дискуссия о том, каким должен быть IGF глобальный. Будет ли он по-прежнему мультистейкхолдерным? Будет ли он мультилатеральным? Например, некоторые страны, в том числе, кстати, Россия, Китай, еще некоторые страны настаивают на мультистейкхолдерном, на мультилатеральном подходе, они говорят о том, что это все должно быть на базе ООН, о том, что негосударственные акторы должны иметь, в крайнем случае, статус наблюдателя, но не должны иметь голосующие никакие функции. И, в том числе, очень часто, например, в российской, в риторике российских экспертов, государственных, прежде всего, экспертов, говорится о том, что IGF должен поменять свой формат и по его итогам должны становиться юридически обязывающие документы, то, чем IGF не было никогда. И это вот одно из самых больших изменений вообще во всей экосистеме управления интернетом, которые, точнее, это возможность изменения, это изменение еще не подтверждено, но оно предстоит. И, соответственно, в 25-м году должно пройти вот такое очередная встреча всемирного информационного общества, на которой будет либо подтверден текущий мультистейкхолдерный модель IGF, либо его превратит в нечто совершенно другое, то, на мой взгляд, я сейчас говорю исключительно от себя, у всех, безусловно, есть право считать по-своему, на мой взгляд, очень сильно повредит дискуссиям об управлении в интернете, возможностей и цироте того скопа, который обычно на IGF присутствует. Он никогда не создавался для того, чтобы на его основе принимать какие-то решения, но это уникальная совершенно площадка, на которой можно узнать мнение, тренды, все обговорить и так далее, и так далее, и так далее. Как, собственно, IGF, для чего все остальные IGF, в том числе и создавались. Еще один тренд я, наверное, обозначу, помимо вот этой глобальной дискуссии, поскольку она так сформулирована, что охватывает вообще все темы от вопросов доступа физического, прокладки кабеля, и до контента, его регулирования, социальных сетей, новостей, и так далее, и так далее. То есть гигантский сколп. Но чем больше становится любая область человеческого знания, тем скорее она начинает разделяться на подниши, на какие-то направления. Когда-то это было с физикой, все ученые физики времен, например, Ньютона или Ломоносова, это были ученые-энциклопедисты, которые знали вообще все. Ну, а затем по мере того, как физика развивалась, стали выделять отдельно механику, электричество, термодинамику, квантовую физику, и появились специалисты по отдельным этим нишам, которые лучше знали вот эту нишу, чем всю остальную физику. То же самое происходит с управлением интернетом. Поскольку это все ширится, развивается и уже достигло просто невероятных масштабов, по которым даже господин Барлоу вообще, наверное, не мечтал, то количество всех процессов экономических, политических, социальных, которые завязаны на интернет и просто невозможно уже без его присутствия, наличия, использования, то появляются разные ниши. Одна из этих ниш называется техническое управление интернетом. это, кстати, такая, ну, не креатура, конечно, да, это не Айкен его придумал, но Айкен выступает его самым, наверное, ярким апологетом. Это, скажем так, это такое, это по-прежнему дискуссии о том, как интернет должен развиваться и работать, но которые ведутся с настоятельной рекомендацией и пожеланием учитывать, как интернет устроен технически. Ну, то есть, например, те вопросы, которые касаются адресной системы интернета, протоколов, принципов организации каналов связи, пиринга и обмена информации, вот они относятся к вопросам технического управления интернетом. они в скопе тех организаций, которые считают себя техническими прежде всего, в отличие, например, от контента, от вопросов, там, ну, большого-большого количества других вопросов, да, там, разрешения споров и так далее, и так далее. И вот ICANN, в частности, в ближайшее время будет опубликован, кстати, довольно большой документ о техническом управлении интернетом, мы планируем, что он появится где-то ближе к октябрю, и то, как ICANN ведет себя, советую тоже с ним ознакомиться. Я думаю, что если у вас есть какая-нибудь рассылка, то, может быть, вам его просто дошлют. то, каким образом мы выделяем уже отдельные области в этом большом-большом мире управления интернетом. Вот процесс 20+, о котором я сейчас рассказал, он предстоит в 25-м году, это уже такой задел на будущее, вот, и сейчас огромное количество всех дискуссий на предстоящем IGF, и помимо него сосредоточено как раз вокруг того, как это все будет, а сторонники той или иной позиции уже готовят аргументы, уже как-то оттачивают какие-то свои умения для будущих словесных баталий, потому что действительно очень много чего в этот момент должно решиться. Я хотела обратиться к истории интернета в России, то есть вы помните ситуацию, которая произошла с Глушковым, когда его проект, скажем так, закрыли из-за того, что нужны были деньги, 20 миллионов, да, и вот мне интересно вообще ваше мнение ситуации, когда существует расхождение позиций таких стейлхоутеров, как государство и пользователей, каким образом можно обеспечить баланс между этими интересами, есть ли какие-нибудь механизмы принятия решений, вообще какой механизм лучше принятия решений использовать и как избежать конфликтов, потому что если бы у нас тогда бы этот проект бы у него получился бы, то возможно может быть, да, это не интернет был бы, но может быть потом мы бы создали свой интернет и все было бы совершенно по-другому. Да, понял ваш вопрос. Спасибо большое. Прекрасный вопрос на самом деле. Вопрос замечательный, потому что он-то как раз и демонстрирует коренное различие между мультилитеральным и мультистейкхолдерным подходом, между учетом мнений различных заинтересованных сторон или ситуацией, когда у нас есть один главный стейкхолдер, который принимает все решения. Смотрите, ну давайте я разобью ваш вопрос на два, я постараюсь очень коротко, потому что у нас немного времени, но, Стасия, я думаю, что, смотри, поскольку вопросов много, мы сможем чуть-чуть это все сдвинуть. Я думаю, что Михаил Абрамович позволит нам дать лишние минут 15-20 на то, чтобы об этом поговорили. Я предупреждала, что может быть задик по времени. Хорошо, да, прекрасно. Я считаю, что это как раз самая важная часть дискуссии. Так вот, я бы разбил первое, это касается того, можно ли было той ситуации избежать, каким образом. Второе, это возможно ли в принципе создание такой системы, при которой у нас нет конфликтов. Вопрос, ответ на первый вопрос, это создание институтов. Институты, ну вы представляете, да, институты это некие или организации, или процедуры, или какие-то устоявшиеся там традиции делового оборота, которые позволяют вырабатывать процедуры, которые позволяют быть предсказуемым любым процессом, который происходит. Мы всегда знаем, что нужно делать пошагово и к чему это приведет. На каждую процедуру, то есть на каждый кейс у нас есть своя процедура. Мы знаем, куда написать, куда позвонить, как оспорить и так далее, и так далее. И вот это сообщество различных институтов и сообщество различных акторов, стейкхолдеров, оно и позволяет создавать вот эту систему сдержек и противовесов, при которой решение не зависит от одного человека и нету одной точки отказа. Я выражаюсь немножко абстрактно, но я надеюсь, на верхнем уровне вы меня понимаете. Отвечая на второй подвопрос, я сказал бы, что, наверное, это невозможно и слава богу, потому что мир, в котором у нас нету конфликтов, а значит нет дискуссий, это ужасный плоский мир, который вообще не развивается. Как раз вот эти мультистейкхолдерные площадки, они позволяют всем стейкхолдерам давать свои комментарии, пожелания, мнения и так далее, но это не значит, что там все проходит мирно. На мультилатеральных площадках как раз все проходит гораздо более мирно, там как раз очень быстро принимаются решения, они быстро реализуются, быстро это все идет в жизнь, но бывают ошибки, которые не исправить, исправить очень тяжело. Здесь происходят страшные баталии, здесь люди ссорятся, кидаются друг другу ноутбуками, но это все позволяет идеям проходить такое гарнило и такую закалку, что когда они входят в жизнь, они уже жизнеспособны на все 100%, как правило, реализуются. Ну вот я бы так ответил. Спасибо большое за ответ. Давайте дальше. Дарья Братчикова. Добрый день, огромное спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. В 2005 году был опубликован доклад рабочей группы по управлению интернетом при ООН, и как вы считаете, данные предложения и рекомендации, которые в нем указаны, остаются актуальными на сегодняшний день или нет? Ну вот, к примеру, то, что касается того же определения понятия управления интернетом, потому что, как я поняла, при изучении всей этой информации, ничего из этого не видоизменялось и вроде как осталось неизменным. Вот, мне интересно вам. Спасибо. Вы имеете в виду как раз тунисскую адженду, правильно? Я понимаю. 2005 года. Да, да, да. Ну, смотрите. Лично я считаю, что она до сих пор актуальна, потому что она была сформирована, сформулирована таким образом, что... Ну, нет, давайте я не с этого конца зайду. Дело в том, что то рабочее определение управления интернетом, которое тогда было дано, оно же основывалось только на принципах. Оно не давало, не описывало какие-то конкретные процедуры, оно не описывало какие-то отрасли интернет-индустрии, подотрасли, да, которые должны быть обсуждаемы, не должны быть обсуждаемы. И вот, если бы они сделали это, это как раз было бы бессмысленно и плохо, потому что сложно в политике, в полисе, да, описывать технические вещи. Они меняются крайне быстро, и документ бы устарел. Но поскольку там описывались принципы, и самый главный принцип, который там обозначен, это принцип мультистейкхолдерного обсуждения, обсуждения с участием различных заинтересованных сторон, то этот принцип-то как раз не меняется фундаментально. Он актуален до сих пор как раз вот на том примере, который я привел и выше, и чуть раньше в своей лекции. Поэтому да, и как раз процессы висит 10+, и 25+, и 20+, и должны это подтвердить. То есть люди как раз собирались за то, чтобы посмотреть, это вообще не устарело, это все еще работает. Этому принципу мы можем соответствовать и строить, исходя из него, все те процессы, которыми мы сейчас занимаемся. В 2015 году на 10+, они решили, что да, все хорошо, все работает. Есть отдельные голота о том, что нет, вообще-то это все надо менять уже давно на мультилатеральную модель. Пусть только государства этим занимаются. Мое личное мнение, что все прекрасно работает и должно работать по множеству экоколорной модели, потому что это гигантское количество предохранительных механизмов, спасающих нас от неверных решений или решений с недостаточной осведомленностью, исправить которые потом будет гораздо сложнее. Так как я учусь на международных отношениях и параллельно стараюсь изучать глобальный юг, в частности, регион Латинской Америки, меня интересует позиция данного региона, насколько уникальны их предложения и к какому подходу они тяготеют и также какие проблемы их волнуют больше всего. То есть, если мы посмотрим на Европу, то она больше регулирует, старается заниматься правами человека. Есть ли такое в латинском регионе? Спасибо ранее за ответ. Да, спасибо большое. Вот, кстати, я не зря сделал референс во время лекции, что людям, занимающимся международкой, это будет интересно послушать про модели мультистейкхолдерную или мультистейкхолдерную, потому что международные институты как раз это те, кто адаптирует эти модели так или иначе у себя, и ООН типичный пример, да, мультистейкхолдерной, ICAN мультистейкхолдерной. По поводу вашего вопроса, я, к большому сожалению, небольшой знаток Латинской Америки, потому что в ICAN я отвечаю за связи с заинтересованными сторонами, то есть со всеми стейкхолдерами, с группами стейкхолдеров в нашем регионе, в Восточной Европе и Центральной Азии, у меня один стран, но насколько я могу судить и насколько там общаюсь со своими латиноамериканскими коллегами, отвечающими за тот регион, я могу сказать о том, что, во-первых, он неравномерен, во-вторых, очень сильно отличается активность разных стран и она напрямую коррелирует с их благосостоянием и с тем, что, грубо говоря, можно считать проблемами первого мира, что можно считать проблемами второго мира. Ну, то есть, насколько я знаю, Бразилия симпатизирует вопросом мультилатерализма, но при этом все еще пока формально соблюдает мультистейкхолдерный подход, активно участвует в мультистейкхолдерных площадках и других процессах. Я не стал бы выделять там какие-то процессы как приоритетные. Ну, вот, например, вы сказали о том, что в Европе значительную роль занимают процессы, связанные с правами человека в интернете. Я бы не сказал, что это так. Это один из процессов, безусловно, имеющих сильный медийный вес. Возможно, поэтому вы слышите о нем чуть больше, чем о других, но Европа очень активно занимается инфраструктурой, гигантское количество инфраструктурных процессов, и Европа старается стать вот этим мировым ядром, забрав на себя региональную роль, например, для Африки, так, чтобы все дата-центры и сервисы, которыми пользуются Африка, находились в Европе. Европа очень занимается вопросами кубер-безопасности, GDPR знаменитый, Европа занимается вопросами экономическими, любые вот эти вот инициативы про налог на Google, про налоги, которые должны платиться вместе, где живут клиенты, где совершается платеж и так далее, и так далее. Я бы не делал такой приоритет на права человека. Возможно, опять же, повторюсь, вы слышите о нем, потому что это направление имеет сильный медийный вес, но по количеству работы разных экспертных сообществ, направленных на разные аспекты, я думаю, что они все более-менее равны, а может быть, есть и те, которые занимают больший вес, чем права человека. Простите, аналогичные процессы на самом деле проходят во всех остальных регионах мира, и, наверное, я бы не стал ассоциировать регионы мира с каким-то отдельным направлением, но, наверное, это можно сделать, но это будет очень большая натяжка и очень большое прощение. Действительно, можно сказать, что, например, Китай чуть меньше заботит, например, права человека и так далее, и он чуть больше сейчас занят тем, чтобы стать мировым поставщиком и мировым законодателем мод в вопросах, например, инфраструктуры, протоколов, технических систем, интернета, вещей и так далее, чем какие-то другие страны, но все эти процессы идут параллельно с большим интересом, большим объемом во всех регионах мира. В своей лице вы отметили, что IGF это площадка лишь для дискуссии. Как вы считаете, с какой целью был создан парламентский трек на IGF? Там тоже не принимается или не планируется принимать какие-либо решения? Вот это вот очень интересно, крайне интересный вопрос. Я в какой-то момент, кстати, имел отношение к созданию этого парламентского трека. Как раз в 2019 году, когда проходил IGF в Берлине, мы, я еще работал в конвенционном центре, и мы консультировали представителей российского парламента, которые выезжали на эту сессию и делали там доклады, участвовали в этих дискуссиях. Смотрите, все на самом деле очень укладывается хорошо в основной мандат. Дело в том, что парламентские сессии, они же, что такое парламентская сессия? Это встреча законодателей, это встреча представителей одного из стейкхолдеров государства, которое ведет регуляторную работу, но регуляторная и управляющая работа страны государства тоже делится на различные ветки, потому что у нас есть исполнительная власть, есть законодательная власть, есть судебная власть. По существу исполнительная власть была представлена на Айджейпе уже давно, потому что представители министерств приезжали туда постоянно, участвуя в каких-то там международных сессиях или в общих сессиях и так далее. Очень логично, что и другая ветка, парламентская, тоже будет там представлена, потому что люди, которые пишут законы, должны примерно понимать, о чем они вообще собираются писать и что они собираются предлагать или запрещать или предписывать. В этом плане крайне полезно посмотреть на опыт других коллег, и, естественно, это не место для того, чтобы там заключать какой-то, ну, по моему мнению, да, по моему мнению, это не место для того, чтобы заключать там, например, какой-то обязывающий пак. это делается, как правило, потом уже на каких-то вот там билатеральных встречах, да, там на каких-то вот отдельных двусторонних, многосторонних встречах с участием уже только представителей парламента тех или иных стран, чтобы они, например, договорились о какой-то какой-то синхронизации догнательных инициатив. Но по существу это просто еще одна группа, подгруппа одного из стейкхолдеров государства, которая приехала для того, чтобы сказать о своих проблемах, узнать, что там происходит, быть более осведомленными о тенденциях и процессах, это знание увести и потом использовать его в своей работе. В этом плане, кстати, очень, ну, то есть можно рассуждать дальше и подумать, а почему у нас нет, например, судебного трека. Да, есть там исполнительные министерские, есть теперь парламентские, почему нет судебного? Наверное, это тоже хорошая идея, которая стоила бы реализовать. Короткий ответ на ваш вопрос. Да, я считаю и многие считают, что парламентские сессии тоже нужны для дискуссии, а не для принятия каких-то конкретных, тем более, юридически обязывающих решений. У меня вопрос по поводу ситуации 22-го года, когда в феврале Украина обратилась, официальные власти Украины обратились в Айкен, в рай НСС, чтобы российские домины удалили, отозвали протоколы и прочее, прочее. И тогда Экен и Райп отказали. Я читала их ответы. Вот вы, может быть, как инсайдер поделитесь, как пришли они к этому решению? То есть, это были какие-то обсуждения всех стейкхолдеров, либо есть какое-то правило не лезть в политику такое общее? Да, именно как инсайдер. Я к тому времени уже работал в Айкен и занимался нашим регионом, представлял Айкен в том числе в России, поэтому все эти дискуссии, конечно же, в том числе через меня проходили. Нет, смотрите, дискуссий никаких не было. Дело в том, что обращение шло не к сообществу Айкен, которое состоит из разных стейкхолдеров, а обращение шло к президенту Айкен, то есть к тому функциональному органу, который обслуживает сообщество. Ну, прям очень кратко. Айкен, так же, как и Райп НСС, на самом деле, у них очень похожая структура и у некоторых других организаций, состоит из трех сущностей. Это Айкен Орг, организация, в которой работает 400 человек, это прям люди в штате, которые подчиняются директору, получают там зарплату, числятся там, у которых подписаны ртовые контракты и так далее. Есть Айкен сообщества, то есть это люди, которые формально там не, ну, то есть они не являются членами, сотрудниками Айкен, они не подчиняются директору. Это люди, например, вот из российской регистратуры, китайской регистратуры, провайдеров, министерств и так далее, которые имеют свое там какое-то мнение, да, в отношении того, как занимаются вопросами там доменных имен адресной системы, имеют свое мнение по поводу того, как это должно все работать и имеют возможность приехать и сказать об этом мнении. И вот на мнении сообщества, да, как раз и строится политика, то есть политика формируется сообществом аня Айкеном, не организацией. Организация служит по существу для того, чтобы обслужить нужды сообщества, собрать, систематизировать, написать, принять и запустить в работу. Секретариат такой сообщества по существу. И можно сравнить это будет чуть-чуть может быть с небольшим передергиванием, но по сути верная аналогия. Вы приходите в там, не знаю, в какую-нибудь крупную компанию и обращаетесь к секретариату. Говорите, слушайте, отмените-ка вот это вот решение или нет. Как я могу? Я секретариат. Вот что сообщество делает, то, собственно, мы и делаем. Мы обслуживаем его нужды. Так вот, ICANORG это по существу та организация, которая обслуживает сообщество, и сама она не имеет ни технической, ни юридической, никакой другой возможности делать все то, о чем было, о чем ее попросили в письме украинского премьер-министра. Это невозможно, просто невозможно. Поэтому это был не отказ. Если вы внимательно прочитаете это письмо, это было объяснение, почему это невозможно, а не отказ. То же самое и у RIPE-NCC. Это было объяснение, почему это невозможно, а не отказ. Это не решение его воли. Мы решили, что мы отказываем. Нет, это объяснение, почему это невозможно. Так устроена система управления адресным пространством интернета. Насколько, на ваш взгляд, конструктивна декларация Barlow, и будет ли она применяться в будущем, и какая модель по полиэнтернам самая эффективная? Прекрасный вопрос, прекрасный вопрос. Про Barlow, есть опять же разные мнения, я ни в коем случае не настаиваю. Да, вот тут вы должны понимать, что все, что я говорю, вы должны подвергать сомнению обязательно. Я отличаюсь от вас только тем, что у меня чуть больший опыт, но вы сами обязательно должны иметь свое мнение, вы должны со всеми всегда спорить, иметь собственное мнение, отстаивать его и так далее. Поэтому я скажу свое мнение. Декларация Barlow это продукт своего времени. Это Barlow, он, конечно, человек интересный, и он был литератором, он был поэтом, он был мыслителем своего времени, продвигавшим идеи либертариализма, либертарианства, но он, конечно, был крайне эксцентричным человеком, и это своего рода провокация о том, что он сделал. К тому же нужно понимать контекст, в котором это было сделано, это был ответ на попытки государственных институтов Соединенных Штатов играть все более и более весомую роль, подчинить интернет вот этим рельсам старой парадигмы, как управляли раньше, например, телефоном, почтой, телеграфом, и вот эти первые ростки частных коммерческих компаний, которые проросли, первое формирование какого-то сетевого сообщества выходило из их привычной картины мира, они попытались что-то сделать, получили вот такой от Порт Барлоу. Поэтому он, конечно, продукт своего времени, и он уже отжил. Я не думаю, что он будет применяться, я даже не думаю, что он когда-либо применялся. Это выражение мнений, и это какой-то показательный социологический срез, о котором просто интересно наблюдать, который просто как лакмусовая бумажка свидетельствует о том, что какие-то процессы внутри идут химические. Вот как вы в колбу суете, вы не знаете, что там происходит, но по индикатору видите, что что-то происходит. Вот здесь то же самое, у него была такая роль, побочная роль такого красного флажка, который выкинули в свое время. хотя это, конечно, первое такое, первый такой манифест мультистейклдеризму о том, что товарищи из государственных ведомств, вы очень важны, и ваши интересы важны, они безусловно должны учитываться, но вы не одни. Давайте слушать еще и всех остальных. Вот. Какая модель самая эффективная? Вы знаете, если вы любите историю и посмотрели, ну, то есть, как развивалась вообще всемирная история, это сродни вопросу, какой, например, социальный или политический строй самый эффективный. Не знаю. Если вы вспомните, например, как развивалась вся человеческая история, каждый политический строй, это был продукт своего времени. Это был набор правил и процедур, которые позволяли именно в текущих условиях, в текущей экономической ситуации, в текущем развитии культуры, с текущим представлением человека о гуманности, об общем благе, регулировать их и удерживать человека в каком-то более-менее цивилизованном обществе, на том его уровне, который в тот момент считал цивилизованным. Ну, и они, собственно, постоянно развивались, да, у нас была там первобытный общинный строй, работорговля, при всех ужасах работорговли, безусловных ужасах того, как это все виделось, мы не можем не признать, как это непарадоксально звучит, что рабовладение было прогрессом по сравнению с первобытным общинным строем. Как ни ужасно, ни непарадоксально это звучит. Теодализм и средневековье, которое тоже мы считаем сейчас ужасным временем, было прогрессом по сравнению с рабовладенческим строем. Но, тем не менее, каждый из них был продуктом своего времени, он был идеален для регулирования поведения людей, для описания поведения людей каждой своей исторической эпохи. То же самое с модель управления интернетом. они продукты своего времени и своего места. Они для каждого, для каждой, например, региона планеты, страны, группы сообществ, они считают своим то, что наиболее удобно выражает их интерес и позволяет работать на развитии интернета и так далее. Я, как я уже сказал, в силу, может быть, профдеформации и всего того, что я сказал ранее, симпатизирую мультистейкхолдерные модели и то вы видите, что вот эта вот большая область, как это называется, управление интернетом, она уже там делится на какие-то ниши. В нишах этих возможны какие-то вариации этой модели. Может быть, чуть большим или чуть меньшим участием какой-то группы стейкхолдеров. Но вот так однозначно ответить на вопрос, какая модель управления интернетом самая лучшая, наверное, невозможно. Да и я бы сказал, что не нужно этого делать. Смотрите, это же академическое упражнение. Оцените, пожалуйста, потому что здесь важно не столько как бы ваше мнение того, что лучше, а то, почему вы так считаете, какие аргументы вы приведете, позиции каких-то стейкхолдеров вы смотрите, как академическое упражнение прекрасное. Но как бы, да, мы же не говорим о том, чтобы что-то прям внедрить. У нас же, несмотря на все общие исполнения ролей управления интернетом, существует области, где доминируют несколько стейкхолдеров. Например, как I can, потому что I can сейчас имеет контроль над основными структурами, обеспечивающими работу интернета, как и нивные сервисы DNS и системы уникальных идентификаторов. Может ли впоследствии некий стейкхолдер получить больше контроля в одной области и уже не давать свои условия в модели мультисейкхолдеров? То есть, так вот, выделиться из них? Так, на это нужна отдельная акция. Смотрите, давайте так, я попробую чуть-чуть поправить саму формулировку вопроса, потому что в ней уже содержится некоторая неточность, которая просто не позволит мне ответить на ваш вопрос напрямую. Дело в том, что ICANN сам по себе он не является каковым стейкхолдером. ICANN это площадка, ну вот ICANN сообщество, в которое как раз и приходят стейкхолдеры, разные, разные стейкхолдеры, да, государственные, коммерческие, некоммерческие и так далее, каждый из которых имеет отношение к построению, работе, функционированию систем уникальных идентификаторов. Прежде всего доменных имен. ICAN не стейкхолдер. ICAN организация фактически это та организация, которая обслуживает нужды сообщества и координирует усилия сообщества по разработке этих политик. И, наверное, тут, ну, скажем так, работа сообщества ICANN как раз строится по тому принципу, чтобы все стейкхолдеры имели, ну, более-менее равный или по крайней мере, то есть every voice could be heard, да, это вот такой вот главный лозунг всех вот встреч, конференции ICANN, которые проходят у нас там три раза в год. Я вот изменил промежуков вашего вопроса, но я надеюсь, что это как будто бы делает вопрос чуть менее актуальным и само собой его как бы отметает. Нельзя сказать, что здесь отдельные стейкхолдеры имеют больший доступ к чему-то, да, или меньше. Это мультистейкхолдерная площадка с возможностью доступа во всем остальным. Если смотреть на это чуть более обшел, да, я позволю себе так это сформулировать, можно ли выделить отдельные направления развития интернета, в которых этот стейкхолдерный баланс будет нарушен, я правильно понимаю? Да, вот такой вот вопрос. Наверное, можно. Наверное, в вопросах, например, регулирования контента, да, в том, что касается вопросов условно fake news, распространения дезинформации и так далее, и так далее, будет чуть меньшая роль технического сообщества, чуть большая, скорее всего, будет роль государства, потому что некоторые из этих вопросов напрямую находятся в ведении силовых структур и правоохранительных органов, чуть позиции, роль бизнеса, она становится как будто бы немного пассивной, потому что любой бизнес имеет юрисдикцию и вынужден подчиняться государственным законам, и, соответственно, уже тот спектр позиций, который он может представить, уже как будто бы становится ограниченным. То есть, да, наверное, можно такие отрасли выделить с нарушением этого баланса, очень естественным нарушением баланса, но это, вы понимаете, это работа на весь день, если мы будем каждую из них рассматривать и пытаться определить, где из них что-то представлено, что-то не представлено. Короткий ответ на ваш вопрос, да, такие отрасли, наверное, есть. Постараюсь объединить пару вопросов. Ребята успокоят будущие модели управления интернетом, изменятся ли они, не стремимся ли мы все к китайской модели на самом деле. А вот это процесс вести с 20+, и очень многое произойдет в 25-м году, и сейчас как раз внимание очень многих экспертов приковано к этому самому событию встречи в всеми информационном обществе, где этот мандат должен быть подтвержден или проверкнут. Ну, опять же, это такое частично продолжение того вопроса, который мы обсуждали раньше. Любая модель управления интернетом это продукт своего места и времени. Китайская модель управления интернетом будет повсеместной, только если весь мир превратится в Китай. Это вот короткий ответ на ваш вопрос, поэтому я смотрю чуть более оптимистично на это все. Поговорим про такую вещь, как таксономия площадок и основных акторов в вопросах интернет-гавернанс. Как мы уже сказали, вопросы интернет-гавернанс это дискуссии, в которых могут принимать участие вообще все. И, кстати, вот только сейчас подумал, что вот эта презентация, вот эта лекция, наверное, будет таким, даже каким-то естественным ответом на вопрос молодого человека, который спрашивал про баланс тейк-холдеров в разных отраслях, сейчас вы поймете почему. Ну, давайте сначала вообще что такое таксономия, таксономия термин, который мы позаимствовали вообще из биологии, то есть это система видов и классов животных, потому что у нас все животные по планете, они не просто так разбросаны, они имеют какое-то семейство, какие-то отношения друг с другом, там у нас есть приматы, и соответственно каких-нибудь корилл, шимпанзе и прочее мы относим к приматам, а каких-нибудь там, не знаю, змеи, крокодилов и ящериц мы относим к другому классу, земноводному. И таксономия в площадках акторов вопросов к правилам интернетом просто позволяет нам проследить некую семейственность того, что происходит, сделать в голове какую-то структуру, как-то более упорядоченно это все воспринимать. Подходы к таксономии есть разные, очень разные вообще, я вот очень кратко об этом расскажу. Ну, например, вы, наверное, читали вот в самых каких-то наверняка первых документах про каких-то источников, про интернет, про его устройство, как это все работает, есть такое понятие, как семиуровневая модель АСИ, хотя уже многие считают ее немножко устаревшей, уже сводит это все к трем уровням, а некоторые энтузиасты наоборот видел какие-то эксперименты, когда это все сводили к девяти уровням, надстраивая над вот этих вот еще два, ну, это все какие-то эксперименты. Так вот, подход к таксономии может быть по модели АСИ, в чем его суть? У нас есть уровни интернет, физически, да, это когда мы прокладываем там кабели, там, не знаю, канальный, это уровень, когда устанавливается канал, то есть уже оператора связи, там, ну, и так далее, и так далее, прикладной уровень, там, сайты, приложения, и так далее, и так далее. И как будто бы на каждом из них может быть свой какие-то группы акторов, которые между собой обсуждают вопросы, относящиеся к этому уровню. Ну, то есть внизу у нас операторы, которые собираются и обсуждают спутниковые орбиты, подземные кабели, подводные частоты и прочее. На верхнем уровне у нас собираются, например, представители СМИ и обсуждают фейк-ньюс. Ну, например, да, вот это вот один из подходов к таксономии, который есть. Есть еще один подход к таксономии, это разбор групп стейкхолдеров, которые у нас есть, да, это обычно выделяют чаще всего это государственные и государственные организации, такие как, например, вот МСМ, ОНУСКИ агентства, бизнес, естественно, академическое сообщество, сообщество технических экспертов, это, например, те люди, которые принимают участие в ITF, гражданское общество, конечные пользователи, некоммерческие организации. Это такой вот, опять же, верхний уровень, потому что, на самом деле, это дерево может ветвиться бесконечно. И когда-то давно в iFan сообществе, например, было принято всего семь таких рабочих подгрупп, каждая из которых была создана для своей группы интересантов, но сейчас это количество достиг уже какого-то просто невероятного вообще списка, невероятной длины списка, порядка, ну, 20, может быть, даже больше. Вот. Есть такой подход. И есть еще один подход, который был принят такой организацией, как Diplo Foundation, очень авторитетная, давняя, старая организация, известная хорошо в мире управления интернетом, возглавляемая таким человеком, как Йоганг Курбалия. С его книжкой наверняка многие из вас были знакомы, потому что это вообще крайне рекомендуемое и это редкое сочетание полноты и простоты изложения того, что такое вообще управление интернетом. Я переводил в Координационный центр, переводил аж два раза, делал перевыпуск два, что ли, года назад. В общем, она наверняка у вас есть в 50 рекомендованных источниках, кто еще не ознакомился, крайне рекомендую. Суть его в чем, что различные направления развития интернета, они разбиты на пять корзинок, называют их баскет, каждая из которых стала собственной такой экосистемой, в которой собираются интересанты и обсуждают кто-то на подходящих для этого площадках. Вот этот подход к таксономии мы с вами сегодня разберем, хотя, повторюсь, есть разные и выбор того, какой вам ближе, какой вам лучше и более системно позволяет воспринимать интернет, это абсолютно ваше дело. Вы можете выбирать любой. Я сделаю это на примере таксономии Diplo Foundation, считаю ее достаточно интересной. изящной вот так. Значит, пишу я немного, буду просто больше говорить, но это, в принципе, все, опять же, доступно в книжке или на сайте Diplo Foundation. Городина первая. Инфраструктура, технические стандарты. Основные темы, которые там есть, это построение инфраструктуры какой-то, спутниковой, кабельной, прокладки, эти все трассатлантические кабели и так далее. Это построение сетей связи, то есть это операторы сети доступа, точки обмена трафиком и различные другие подобные организации. Ну и разработка стандарта. Это вот тот же самый процесс IT и сообщества инженеров, которые собираются, обсуждают стандарты, принимают RFC, которые лежат потом в основе разработки продуктов уже какими-то коммерческими компаниями. Здесь основные акторы, соответственно, это провайдеры, это компании, которые занимаются, это вендоры, разработчики оборудования самого различного и так далее. Площадки, где это все происходит, это ITF, сюда же можно отнести, кстати, например, ICANN, сюда же можно отнести RIPNCC, потому что фактически это тоже работа с техническими параметрами сетевыми и работа с параметрами инфраструктуры, с тем, как функционирует система доменных именно IP-адресов. Сюда же можно отнести Международный союз электросвязи, поскольку он занимается в том числе распределением частот, которые у нас нужны для 5G, для интернета вещей, для спутниковой связи и так далее. Вот это первая корзина. Вторая корзина – разработка политик. Целый сон опять же вопросов. Да, это правила законной процедуры, споры, интеллектуальная собственность, аутентификация цифровой подписи, юрисдикции и трансграничные взаимодействия, и вот здесь уже появляется кибербезопасность. Здесь есть разные мнения, потому что кибербезопасность – это во многом очень технический вопрос, который завязан на работе инфраструктуры, на атаки на него и так далее, и так далее, но мы здесь берем, скажем так, то место, где возникает само понятие безопасности или ответов на нее, там, киберпреступности, например, да, это вопросы юридические, это вопросы определения, которые даются акторами, собравшимися вот в эту корзину. Здесь организации и площадки, на которых это происходит, это, например, Всемирная Организация по интеллектуальной собственности, это различные организации, которые занимаются криптографией, то есть, казалось бы, технический протокол, точнее так, не криптографией, а академической какой-то, да, академическим направлением, которые создают продукты криптографические, удостоверяющие кого-то, то есть, цифровые подписи, цифровые, вопрос с цифровыми доказательствами, да, которые сейчас активно развивают цифровые расследования и так далее. Здесь же есть все вопросы юрисдикции и трансграничного взаимодействия, и здесь же, например, есть такая процедура, которая называется UDRP, например, да, это способ разрешения споров в доменных именах при помощи, ну, фактически, института третийских судей. Вот это вот такой отдельный большой вопрос. Третья корзина экономика, финансы, транзакции. Это электронная коммерцианология, ценообразование, регулирование цен монополий, электронные деньги, защита пользовательских данных. Вот здесь достаточно сильно меняется состав как стейкхолдеров, так и площадок, где это все происходит. Основные стейкхолдеры здесь – это уже бизнес-организации. Здесь участвуют по-прежнему, конечно же, и государство, и гражданское общество, и конечные пользователи, поскольку вопросы там налогов, регулирования, ценообразования, антимонопольных законодательств – это вопросы государственные, но те, кто несет основной вес, основную нагрузку всех последствий, принимаемых решений, и те, кто ведет активную лоббистскую деятельность – это прежде всего бизнесовые организации, занимающиеся в том или ином виде электронной торговлей. То есть это от подписок на «Нетфликс» и до, не знаю, продажи всего, чего угодно на «Вэлббриз». Площадки, на которых здесь это все происходит, есть всемирная торговая организация, которая частично эти вопросы обсуждает. Есть различные площадки, такие, как, например, экономические форумы, те же самые, там, «Довосские», например, или похожие какие-то есть, которые проходят в других частях света, специализации, например, на Юго-Восточную Азию и так далее. И задача «Моэктора» здесь, конечно, это министерства торговли, которые занимаются, например, антимонопольными историями или вопросами, например, того же самого условного налога на «Гугл». крайне популярный и внедленный уже в большом количестве стран закон о том, что налоги каждая коммерческая компания должна платить в том месте, где происходит транзакция. И, например, с доходов российских пользователей компания должна платить налоги в российский бюджет, ну и, соответственно, любой другой организации. Четвертая корзина, крайне интересная корзина развития, которую очень часто недооценивают. Она выглядит достаточно, ну, скажем так, гуманитарно, да, и можно подумать, что это все там про какие-то прекрасные речи о том, что давайте мы там будем достигать цели тысячелетия. На самом деле это вполне себе реальный набор стейкодеров и площадок, крайне влиятельных в интернет-мире, обладающих очень большими деньгами, ведущих очень активную работу в самых разных регионах мира и достаточно заметных и известных. Здесь вот тема цифрового разрыва частного государственного партнерства, института развития, кто здесь известен, кто здесь вообще выделяется. Например, это такие организации, как Айсок, общество интернета так называемое, это организации с американской юрисдикцией, но у которой есть бюро в различных частях мира, есть так называемые Айсок Чаптерс, отделение Айсок, страновые, есть большие региональные бюро, которые это все координируют, и это организация, которая по своему уставу действует в интересах конечных пользователей с очень-очень широким скопом задач по существу, например, Айсок во многих странах, во многих странах, особенно третьего мира, финансировало создание инфраструктуры. Я знаю, что Айсок, например, очень активно работала в, ну, где-то вот лет, наверное, 7-8-10 назад в нашем регионе, особенно в регионе Центральной Азии, в странах Центральной Азии, всех пяти, там, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, ну, только за Туркменией, конечно, там сложно работать, там их не было особенно замечено. Они строили инфраструктуру, они помогали там организовывать там где-то Wi-Fi в дальних селах, они вели какую-то методическую работу воркшопы, потому как организовывать точки обмена трафиком и организовывать между собой работу местного операторского сообщества, большие проекты у них были в Грузии, ну, и так далее, и так далее. Большое влияние, большое значение здесь имеют такие организации, например, как Всемирный банк. Вы тоже наверняка о нем слышали. Всемирный банк, он же, ну, он банк, да, но он действует все-таки не по тем принципам, по которым работают коммерческие банки. По существу это институт развития, по существу это та организация, которая вкладывает деньги в развитие каких-то отраслей для того, чтобы потом зарабатывать или возвращать эти инвестиционные деньги на естественном росте этих отраслей. По крайней мере, так написано в их уставе, так это выглядит в этой задумке, в которой это все делается, и Всемирный банк выделяет тоже очень большие бюджеты на проведение и обучающих каких-то мероприятий в разных странах, приглашает экспертов, технических экспертов, экспертов по разработке политик, и напрямую финансирует, например, прокладку кабелей, строительство каких-то радиорелейных вышек, прямое финансовое участие в работе каких-нибудь операторов, и так далее, и так далее. Ну и, например, есть такой тоже достаточно известный крупный банк, это Европейский Банк Развития, насколько я помню, он называется. Причем его активность, несмотря на то, что он гораздо менее известный, чем Всемирный банк, World Bank, его активность, например, в нашем регионе почти на порядок выше в денежном эквиваленте, чем активность Всемирного банка, в частности в Центральной Азии. Например, есть такой большой проект, который называется Asia Pacific Informational Superhighway, это вот такая инициатива, объединяющая разных интересантов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, к которому, кстати, относится и Центральная Азия, поэтому я там немножко в курсе его того, что там происходит. попытка такой координации строительства инфраструктуры и каких-то регуляторных практик для того, чтобы сделать какое-то более-менее плоское, единое инфраструктурное поле на всем этом регионе, например, чтобы там свободно информация могла передаваться через весь регион без бутылочных горлышек и так далее. Китай очень активно использует эту инициативу для того, чтобы продвигать свое видение вот так называемого цифрового шелкового пути, информационной магистрали, которая связывала азиат-каталикянский регион с европейским и позволяла бы, например, китайским компаниям иметь некое преимущество для того, чтобы продвигать свои продукты в разных регионах мира, ну и в принципе быть более включенным в какой-то там и в европейские процессы и в другие региональные процессы. Вот, корзина развития. И корзина пятая, последняя, это так называемые социокультурные аспекты. Сюда относятся такие вопросы как образование, культурно-языковое разнообразие, контент, естественно, свобода слова самовыражения. Здесь можно перечислить таких, наверное, да, ну то есть здесь, опять же, да, если мы перечисляем как группу стейкхолдеров, то набор, в принципе, тот же самый, немножко другой баланс. Здесь очень большую роль играют различные некоммерческие организации, которые создаются для, ну, как они сами декларируют, да, for greater good, да, для какого-то всеобщего блага, есть различные организации с экзотическими формами, юридическими, да, которых, например, нет в российском законодательстве, но вот, например, есть в законодательстве американским, это public profit, да, организация, организации, которые создаются для поддержания некого общественного интереса. К таким организациям, кстати, относится ICANN. Он не попадает в корзину пять, да, потому что у нас технический фокус, но вот форма, по которой ICANN организована, это такая характерная, как раз очень часто встречающаяся вот здесь пятой корзине. здесь большая роль государства, но все-таки она, как правило, не лидирующая, государство использует все вот эти темы, которые у нас есть в социокультурных аспектах, чаще всего для собственных внешних коммуникаций, это очень важная, скажем так, ее пиар-составляющая для того, чтобы продвигать собственные культурные или языковые инициативы, повышать собственные привлекательности, и так далее. Это, например, очень хорошо видно на примере культурного языкового разнообразия, вы наверняка видели какие-то вот эти рейтинги о том, какой язык у нас является первым в интернете, какой язык вторым в интернете является и так далее. Ну и сейчас есть, например, такой большой объем работ, который называется универсальное принятие, это целый набор технических и всяких других мер, которые так или иначе позволяют делать интернет мультиязычным, не только на уровне контента, чтобы там была информация на любых языках и любой человек мог найти что-то на своем, для этого ему не обязательно учить, например, английский или любой другой язык, но и чтобы какие-то технические записи тоже могли быть сделаны на других языках, отличных от латиницы. например, вы наверняка знаете домене RF, который пишется кириллицей русскими буквами, и вот сейчас в этом домене зарегистрировано около, по-моему, 800 тысяч доменов, то есть это доменные имена, написанные прямо вот русскими буквами через точку. Такие же инициативы есть, соответственно, на китайском, на арабском, ну, на китайских, давайте так скажем, на арабском, на некоторых диалектах, которые приняты в Индии, ну, и там на армянском, на грузинском, и на некотором количестве других языков. Контент, свобода слова и самовыражение. Здесь серьезными, а, ну, соответственно, культурным языковым разнообразием, здесь кто у нас основные акторы и площадки. Очень большую роль здесь играет ЮНЕСКО. и напрямую финансирует и устраивает мероприятия, и информирующие мероприятия, и координирующие какие-то мероприятия, мероприятия для обсуждения всех тех, кто так или иначе участвует в этих инициативах. Контент, свобода слова и самовыражение, это в первую очередь, конечно, СМИ и различные организации, которые, скажем так, или делают попытки саморегулирования отрасли СМИ и пытаются выработать какие-то этические кодексы поведения журналиста и так далее, и так далее. Таких организаций довольно много, это и всякие репортеры без границ и так далее, и так далее. Свобода слова и самовыражения. Это тоже целый ряд организаций и акторов, которые отслеживают вопросы цензуры, вопросы доступности, вопросы легкости и простоты доступа к информации. Здесь тоже есть целый ряд организаций, площадок, на которых ведется это обсуждение, такие, например, организации, как Freedom House, это организация такая, как Access Now, и, например, есть такая организация Article 19, которая так названа по номеру статьи в Уставе Организации Дневных Наций, которая, собственно, говорит в том числе об этих аспектах. Есть рекомендательный характер, да, и вот Россия предлагает правила ответственного поведения на площадке ООН. США завернула, сказала, что, ну, как бы, благодаря США мы не можем пропихнуть эту идею. Я к тому, что, как вы думаете, рекомендательный характер, он вообще как-то что-то помогает в процессе управления интернетом, или нам нужен всё-таки отдельный какой-то орган независимый, который будет как-то немножко императивно, но, не знаю, просто на практике вообще как? Люди, они должны всегда кому-то подчиняться, всегда есть какой-то главарь, да, который как-то контролирует процесс, ну, сами посидите, монархия, президентская, вот это вот, и, как бы, мне вот интересно ваше мнение по поводу нужен ли нам императивный какой-то орган в данном случае? Да, спасибо большое за вопрос, очень хороший вопрос, шикарный на самом деле, но начнём с того, что, смотрите, опять же, всё, что я сейчас вам говорю, это моё мнение, и вы, безусловно, можете, и даже можно и нужно со мной спорить, и спорить между собой, да, поскольку мы сейчас поступаем даже не столько как там лектор и ученики, да, мы выступаем как участники дискуссии, поэтому можем тебе позволять, в общем, не стесняться в своих аргументах. Я, честно говоря, у меня немножко другой взгляд на человеческую природу. Я абсолютно уверен, что люди способны договариваться, им не обязательно подчиняться, они могут договориться между собой, на этом построена в принципе возможность общества сосуществовать. Даже когда мы живём внутри государства, по существу нашей конституции, наши законы, это наш договор с государством, когда мы оба берём на себя часть какой-то ответственности, фактически ответственное поведение. Я обязуюсь, например, платить налоги и не совершать преступления, не нарушать кодекс, мне, соответственно, гарантируют раз, два, три поддержку, пенсию, образование, медицины и так далее. Это договор с государством, да, я не считаю, что мы подчиняемся государству. Но это моё мнение, вы можете думать, ну, конечно же, по-другому. Вот. И в этом плане я-то как раз очень приветствую концепцию ответственного поведения и рекомендательный характер этого всего. Но, смотрите, дело в том, что вообще действительно есть в риторике, например, российских экспертов, российских, особенно представителей государства, и представителей государств некоторых других, например, китайских, очень часто действительно встречается вот эта формулировка о принятии юридически обязывающих документов, которые бы обязали, ну, то есть имели бы там, не знаю, статус конвенции, который расфицируем, и после этого обязательно ее выполнение, нельзя ее нарушать и так далее, и так далее. Но дело в том, что это все по своей природе, ну, во-первых, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, станции у этого быть принятыми как будто бы сразу снижаются на несколько порядков по сравнению с рекомендациями, которые можно принять в Римане и которые, и можно декларировать свою приверженность им, да, по крайней мере, будет хоть что-то по сравнению с кем-то непринятым. Очень сложно рассчитывать на то, что какие-то нормы, которые, например, очень хорошо соответствуют интересам одного государства, будут прям совсем без изменений, безропотно приняты другим государством для исполнения, если они находятся в равных и независимых друг от друга положениях, согласитесь. Поэтому те инициативы, различные инициативы, не только относящиеся к интернету, которые имеют статус декларации, они, на мой, опять же, взгляд, по моему мнению, как будто бы более жизнеспособны. Вот эта вот строгая иерархичность внедрения каких-то норм и каких-то процедур, ну, она, наверное, возможно будет в том случае, если у нас появится всемирное планетарное правительство, когда у нас действительно будет какой-то один центр, принимающие решения, которому все подчиняются, что, ну, сейчас не так, и я тесно надеюсь, что никогда так не будет. Все-таки я верю в человеческую природу и его способность договариваться, которая вообще лежит в основе всего прогресса, не только технического, но и социального. Все же было сделано благодаря договоренности. Ну, вот я так могу ответить на ваш вопрос. Существует ли такое понятие, вообще-то, не, точнее, что в дальнейшем произойдет вот какая-то деглобализация в рамках интернета? Вот я к чему? К тому, что, допустим, сформируются крупные интернет-пространства, допустим, Китай, Россия, Иран, возможно, Ближний Восток, Африка, да, вот завтра у нас будет саммит, и, допустим, западный мир. Ну, и такой вот железный занавес между ними сформируется. Такое вообще возможно или нет? Прекрасный вопрос, вы даже не представляете, насколько он прекрасный. Смотрите, есть разные мнения, и мнение, которое вы озвучили, поднималось несколько раз на глобальную форму управления интернетом. Оно звучало несколько раз от очень уважаемых экспертов. Дело в том, что процесс управления интернетом, особенно процесс разработки политик и принятия каких-то норм, которые там используются. Это же, ну, то есть интернет, он же как бы не субъектен, он не самостоятельен, он не существует в вакууме. Интернет – это прямое отображение того, что происходит в обществе, в мировой политике и так далее. Вот идеальное зеркало, в котором это все отражается, потому что сам по себе он не является чем-то отдельным, самостоятельным. и здесь надо рассуждать таким образом, что поскольку сейчас в мире действительно очень широко видны центробежные процессы, процессы, которые фрагментируют мировое общество и приводят к тому, что выделяются отдельные там географические регионы, экономические регионы, там, регионы, так скажем, политическими взглядами, которые не противостоят, ну, скажем так, отстоят, противопоставляются друг другу. Интернет это же просто следующий шаг, это просто отражение экономики, политики, которое принято в разных странах, поэтому, наверное, это возможно, но весь вопрос в том, как это будет реализовано на практике, потому что, ну, то есть, то, о чем вы говорите, это принцип, да, какое физическое воплощение он получит, это, ну, это как раз неизвестно. Я надеюсь, да, и пока я с неким оптимизмом на это смотрю, что интернет останется единым на уровне своего технического устройства, на уровне протоколов, на уровне каналов и адресной сети. Ну, то есть, что у нас будет единое пространство IP-адресов все-таки, да, что у нас будет единое пространство доменных имен, ну, есть, например, только один пример того, как, например, страновая сеть отделена от общего интернета и имеет внутри свою адресную систему, организованную по тем же принципам, что глобальный интернет, но отделенная как раз таким же железным занавесом, это сеть Кванмён Северной Кореи. Она через какие-то шлюзы подключена к глобальному интернету, то есть, там, какие-то мои коллеги даже там ставили эксперименты и туда действительно может проскочить электронное письмо прямо на корейский адрес, вот этим вот большим межсетевым экраном. Весь остальной мир, он все-таки соблюдает вот те главных принципы, по которым он был создан, да, один из этих принципов, вы наверняка знаете, так называемое end-to-end connectivity, да, когда у нас с одного устройства, где бы оно не было подключено к сети, на другое устройство, где бы у него не было подключено к сети, может дойти информация, потому что, во-первых, в пространстве едины, во-вторых, едины правила, по которым эта информация пересылается, да, как маршрутизируются пакеты, как производятся доменные имена, как работают протоколы и так далее, и так далее. Вот на этом уровне я надеюсь и повторюсь, считаю, что у меня есть причина для оптимизма, сеть ну, какое-то время сохранится, я надеюсь, что достаточно предложительная, а вот все надстройки на него, которые идут на уровне приложений, они, конечно, могут меняться. Самый простой пример, да, это какая-нибудь система Swift, которая по существу является системой финансового роуминга, да, которая, ну, позволяет навигировать финансовый поток через различные банки, которые именно там имеющие прямые отношения между собой. Она, что это надстройка над электронными системами, и она делается в том числе по каким-то вот каналам общего пользования, да, понятно, что там есть шифрованные соединения и все прочее, но это вот надстройка. Вот эти вот надстройки, которые построены над интернетом, они могут разделяться, иметь какие-то другие конфигурации. То, что касается контента, ну, это вообще как-то, уже очевидный, да, например, есть же вот этот вот пример о том, что вот это вот новое приложение, запущенное корпорацией метод, приложение Threads, которое там должно было являться аналогом Twitter, оно было изначально сделано недоступным в Европе, потому что там люди не захотели иметь дело с GDPR, да, причем недоступно не только при заходе с европейских IP-адресов, но даже через VPN. Ну, вот пример как раз того, как это может быть реализовано. Но как бы это это такая вот теория, да, с очень-очень широким пектором доступных вариантов. Спасибо большое за ответ. Вопрос из чата. Марина, мне интересен вопрос по поводу аспектов из первой корзины. Кто-то говорит, что распределенность узлов кабельной сети и серверов наоборот остановит фрагментацию, а кто-то, что, собственно, наоборот, ее еще больше развивает, так как все техническое может повредиться, выйти из строя. Как вы на это смотрите? Ну, мне кажется, я частично ответил на этот вопрос вот в предыдущем ответе, который я давал. Как раз инфраструктурная часть, часть, которая относится к техническим стандартам, она-то как раз сейчас достаточно хорошо интегрирована и можно говорить сейчас о едином интернете. Как раз слоган ICAN, который занимается адресной системой интернета, и сейчас с доменными именами, это One World, One Internet, имеется в виду не просто как бы один интернет абстрактный, а единое пространство, единые правила доставки информации. И, как мне кажется, та конфигурация, которая сделана сейчас, она как раз сделана очень по уму, и она как раз позволяет, в отличие, например, от каких-нибудь других принципов доставки информации, например, телефонной сети, там, если вы кабель повредили, все, ну, в аналоговом телефоне, имею в виду, сейчас уже их не осталось. Телефония уже давно, интернет уже давно съел телефонию, ее не существует. Так же, как уже интернет практически съел телевидение, его уже не существует по отдельности. Вот, но вот когда-то давно, там, телеграф, телефон, если вы повредили провод, все, два города остались без связи между собой. Но с интернетом это не так, как раз вот эта вот пакетная монетизация, которая лежит в основе большинства, скажем так, интернет-соединений, она как раз позволяет быть гибкими и реагировать на любые физические воздействия, сохраняя дееспособность. Если я правильно понял ваш вопрос, если я, ну, отвечаю немножко не на то, если я неправильно его понял, пожалуйста, поясните. но вот в той глубине, в которой я его понял, я бы ответил вот так. Есть ли какие-то сейчас идеи о развитии кибербезопасности в вообще мультистейкхолдерной вот такой вот системе, то есть, если, допустим, не одно государство отвечает за то, чтобы иметь какие-то там контроль над этой, над интернетом и, соответственно, создавать законы, то есть ли какие-то идеи как-то можно урегулировать в системе, где много элементов влияют и имеют власть? Да, дело в том, что кибербезопасность, она, что называется, мультистейкхолдерна по своей натуре, да, и это далеко не прерогатива государств вообще. Ну, давайте так, я на такое пояснение делаю. Дело в том, что кибербезопасность это термин крайне многоликий, она крайне многоликая, потому что кибербезопасность это и защита от атак каких-то конкретных, да, там, дидосы, вирусы, фишинг, мошенничество и так далее. Это и киберпреступление, организованное преступностью, финансовое, там, какие-то кардеры и прочее, преступность, направленная на похищение персональных данных и их продажу либо какое-то использование и так далее. Кибертерроризм, да, то есть это выведение из строя объекта, выполняя политические какие-то цели, да, не экономически это преступность, а политически это терроризм, да, ну, есть такая экономерность. Есть кибероружие, то есть так называемые стейт-спонсор атаки, есть, ну, короче говоря, это крайне многоликая вообще история, и уже даже по своей многоликости вы, наверное, можете видеть, что в ней принимают участие самые разные люди, занимающиеся тем или иным ее аспектом. Но даже если мы бы брали какой-то вот один аспект, неважно какой, это далеко не только прерогатива государства. Государство фактически в данном случае просто принимает закон какой-то, да, который что-то обязывает или что-то предписывает и так далее, и так далее. Но потом это все надо куда-то внедрять. Потом у нас есть какие-то, например, организации, компании, которые разрабатывают продукты по кибербезопасности, решения, какие-нибудь там антивирусы и прочее, прочее. Есть конечные пользователи, которые выступают здесь чаще всего в роли жертвы, и они непосредственно участники процесса, да, потому что там ведутся различные компании по их обучению, какой-нибудь гигиене и так далее, и так далее. Профессиональные органы, да, ну, это тоже фактически государственное объединение, но их часто-часто выделяют. Есть различные межгосударственные и, в принципе, международные мультистейкхолдерные в том числе центры исследовательские по кибербезопасности, которые каким-то отдельным аспектом, например, уделяют наибольшее внимание. Ну, вот приведу такой пример. ICANN, поскольку, да, ну, мы, наверное, можем говорить о том, что мы ведущий центр экспертизы во всем, что связано с доменными именами и функционированием и так далее, то у нас есть ряд партнерских проектов на нашей базе, на базе ICANN, который, например, занимается отслеживанием и анализом атак, которые проводятся в доменных имена типов УКРОС, которые там появляются. Ну, и, соответственно, эта информация потом широко распространяется всем, абсолютно всем акторам, и государственным, и правоохранительным органам, и непосредственно операторам доменов, регистраторам, регистратурам, провайдерам, операторам DNS-сервисов, просто каким-то там создателям операционных систем, там, условно, у Microsoft, и Google, и так далее. Ну, в общем, то есть, это большой-большой гигантская экосистема, в которой участвует просто, что называется by design, да, по своей природе, огромное количество стейкхолдеров, поэтому, ну, можно сказать, что она как бы мультистейкхолдер, этот процесс мультистейкхолдерный по своей природе, и все процессы разработок норм и принципов, которые там, ну, как-то применяются в этой экосистеме, скажем, в этом направлении деятельности, они тоже принимают с учетом очень многих сторон, то есть, есть какие-то там отдельные группы, которые включают только правительственных экспертов, да, например, ООНовская группа, да, там правительственных экспертов, созданные по российской инициативе, и там действительно только в основном правительственные эксперты, представители правительств национальных, да, но вот что касается, например, адресной системы интернета, в том, что касается безопасности программы операционных систем, каких-нибудь там на базе, условно, Microsoft, Apple, Google и так далее, это процесс, который по своей натуре мультистейколдерный, и он, на мой взгляд, просто не может быть другим, потому что коммерческие компании уже это те, кто делает это все руками, и нельзя исключать из этого процесса. Давайте последний вопрос. Да, у нас Елена держала руку на прошлом, у нее были проблемы с подключением, рука слетела. Последний вопрос. Елена, у вас есть возможность задать его? Или прочитайте из чата о возможности внедрения регуляторных песочных в сфере управления интернетом? Принимаете ли вы вот эти песочницы как метод? Или можно включить, ну, собственно, построить на них прям базу? Смотрите, я бы, наверное, так сказал. Вы говорите о регуляторных песочницах, ну, то есть, я так понимаю, о каких-то пробниках законов, да, которые действуют или на ограниченной территории, или ограниченное время, или для ограниченной группы лиц, где мы можем убедиться в том, что этот закон работающий, узнать что-то о том, насколько он эффективен, поправить его и так далее. Вы вот об этом, да, говорите? Чуть-чуть не так. Или давайте, объясните, пожалуйста. Предполагает, что есть некие изъятия, то есть, например, вот у вас там Москва, в метро вас считывают лица для того, чтобы и искусственный интеллект обучался. Это изъятие. То есть, вот в других городах, например, такого нету. Есть там зеленый банк, в который мы заходим, и если мы берем талончик, то нас фотографируют и, опять же, очень некоторые нервничают, но это изъятие, и оно на сгравательном уровне закреплено. Вот я про такие вещи говорю, потому что, ну, если даже мы берем эту мультикхолдерную модель, не получится реализовать все принципы, которые они декларируют как ценности, не будет оперативности, не будет... Смотрите, но прежде всего я бы разделял все-таки вопросы регуляторики с вопросами, которые мы обычно называем управлением интернетом, потому что в самом начале, когда мы обсуждали рабочее определение, я специально сказал, что управление интернетом это не посылка управляющих воздействий, это не отдача приказов, это не нажатие кнопок, а это дискуссии, которые должны в идеале при помощи консенсуса определить, каким образом интернет будет развиваться, применяться и так далее, и так далее. Поэтому то, о чем вы говорите, это все-таки, наверное, немножко другая область. Если попробовать говорить чуть более об общих позиций и на секунду себе представить, а можно ли, например, в каком-нибудь отдельной песочнице, региональной песочнице, внедрить мультистейкхолдерную модель управления, оставляя во всем остальном, ну, например, в одном из регионов России внедрить мультистейкхолдеризм, во всем остальном в России делать мультилатерализм, ну, это какое-то такое, знаете, это какой-то такой эквилибр, который, мне кажется, здесь не очень подойдет. То есть, понимаете, дело в том, что мы, когда говорим о моделях управления интернета, мы обсуждаем принципы, мы обсуждаем принципы того, как можно участвовать, кто может участвовать и так далее. Ведь нету конкретных предписаний или конкретных запретов, которые могут действовать там или иначе. Это все-таки чуть более, ну, скажем так, низкий уровень по сравнению с принципами. Отделить принципы и вводить их на каких-то песочницах, ну, наверное, можно так поэкспериментировать, но мне, честно говоря, кажется, это каким-то таким эквилибром. И я не знаю ни одного примера, где это было бы реализовано или были бы попытки такое реализовать. Ну, может быть, не знаю, что-то подобное мог бы попробовать построить в Китае в каких-нибудь своих особых экономических зонах, типа там Гонконга и Макао и так далее. Но я никогда не слышал о таких попытках. Идеи интересные. Мне очень нравится, что вы об этом сказали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok